МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министром индустрии и новых технологий – Осет Исикешев. Министром финансов – Бахыт Султанов. Остальные сохранили за собой свои посты. Ранее на этой неделе президент Казахстана принял отставку премьер-министра Серика Ахметова. Новым премьером назначен Карим Масимов, возглавлявший правительство Казахстана в 2007-2012 годах. Экс-премьер Серик Ахметов получил пост министра обороны. Председательство ТВСНГ вместо Украины будет Белоруссии, заявил глава МИД этой страны Владимир Маккей. Министров иностранных дел СНГ сегодня в Москве. Приоритетной задачей нашей работы – это укрепление добрососедских отношений на пространстве СНГ, сказал он. Как отметил белорусский министр, в экономической сфере особое внимание будет уделено поэтапной реализации договора о зоне свободной торговли. По его словам, будут подготовлены проекты соглашения о свободной торговле и услугах, о закупках для государственных нужд, поэтапной отмене экспортных пошлин. Аким Монгостауской области Алик Айдарбаев призвал работников ТО «Технотрейдинг», бастующих в поселке Житэбэ, приступить к работе, передает Кастак. Эта компания оказывает услуги в основном АО «Монгостау» и «Мунайгаз». Зарплата рабочих в этой компании намного отстала от зарплаты самого акционерного общества и тех компаний, которые входят сегодня в состав компании «Казмунайгаз». «Мы с ними договорились, что сегодня коллектив выйдет на работу», — сказал глава региона на встрече с сотрудниками компании. Стороны договорились о создании примирительной комиссии. Напомним, более ста сотрудников компании ТО «Технотрейдинг» в Монгостауской области бастовали два дня, требуя повысить им заработную плату. Интерфак сообщает, в городе Ридер в Восточной Казахстанской области обрушился частный дом. В результате образования воронки частный дом провалился в землю. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. На месте ЧП работают спасательные подразделения, сотрудники горно-спасательной службы и полицейские. Воронка 50 на 50 метров образовалась на месте шахты. Приняты все меры безопасности для населения близлежащих домов. О том, что сегодня произошло в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Октюбинские дачи по-прежнему плывут. Мало того, что десятки домов остаются подтоплены, так отрезанными от мира остается множество дачных массивов. В частности, жители садоводческих коллективов, расположенных у Кривого озера, уже несколько дней не могут свободно передвигаться. Причина – дорогу, соединяющую массив с городом, затопило талыми водами. Выделенные государством для помощи транспорт тем временем курсируют лишь в определенные часы. Акмар Алмай Кузова продолжит. Это не экстремальные игры и не конкурс на выживание. Это реальная жизнь обитателей октябинских дач. В 21 веке здесь это обычное явление по весне. Так было в 2010 году, так есть и сейчас. Раньше в этом районе находился мост, который соединял дачи на Кривом озере с областным центром. С годами он исчез, и в его отсутствие людей в таких ситуациях выручала теплотрасса. По ней люди весной преодолевали временную водную преграду. Но теперь и труп нет, хотя надобность в переправе не отпала. Круглый год на октябинских дачах живут люди, и больше всего из-за размыва сейчас страдают они. Мне необходимо попасть домой. Мы живем на дачах на Кривом озере. Дороги сами видите нет. Жду машину, чтобы дочку хотя бы переправить на ту сторону. Сильно мучаемся из-за отсутствия наземного перехода. Поэтому просим власти войти в наше положение. Здесь есть железные конструкции. Может их как-то приспособить под мост для пешеходов. Сейчас власти организовали перевоз людей. Специальный автобус на базе КамАЗа курсирует в определенные часы. Утром, в обед и вечером. Однако перерывы, так называемые окошки, между маршрутами слишком длинные. Этим сейчас и пользуются некоторые предприимчивые водители. За 100-200 тенге они перевозят людей с берега на берег. Ну и стихийная автомойка здесь также образовалась. Некоторые автовладельцы даже специально заруливают сюда, чтобы помыть своих железных коней. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». В Куршасайской средней школе новые издания, которые чиновники презентовали в декабре прошлого года, продлены весенние каникулы. Местные жители боятся отпускать на занятия своих детей. Почему, выясняла Ислу Махмутова. На улицах поселка мы не встретили ни одного озорного мальчишки. Казалось бы, самое время резвиться. Весна, да еще и неожиданно привалившие счастья в виде долгих каникул. Но вот уже месяц ребят школьного возраста родители держат под замком, чтобы вдруг не случилось беды. А опасность кроется в этих траншеях, которые прошлой осенью разрыли строители. Две организации по очереди проводили в Куршасай газ и воду. Ямы засыпали рыхлой землей, ударили морозы, все замерзло. И в начале марта люди столкнулись с нешуточной проблемой. Местные жители неожиданно стали тонуть в снегу. «Все это началось месяц назад, когда наступили первые теплые деньки. В этом году снега было много. Этого было бы достаточно, чтобы поселок весной выглядел как болото. Но добавили беды и строители. Зачем было рыть ямы в ноябре-декабре? Понятное дело, земля была рыхлая. Люди наши проваливаются в снег, под которым ледяная дыра. А если бы мы не доглядели за детьми, трагедии избежать не удалось бы. Вообще проблема с просто ужасными дорогами у нас существует давно. Куда только не обращались – бесполезно. Хотя поселок относится к территории города». Именно по этой причине в Куршасайской средней школе временно приостановили занятия. К учебному заведению даже на грузовом авто проехать невозможно. Весенние каникулы продлили до 5 апреля. Если в выходные не будет проливных дождей и земля подсохнет, то уроки возобновятся. «В связи с весенним паводком и отсутствием подходов к зданию Куршасайской средней школы, занятия в данной школе со 2 по 5 апреля 2014 года отменены. В связи с этим по городскому отделу образования издан приказ от 31 марта 2014 года за номером 297. Родители и учащиеся школы ознакомлены с данным приказом. Детям даны задания для самостоятельного изучения. Государственный стандарт по данной школе будет выполнен за счет организации дополнительных занятий в течение всей 4-й учебной четверти. Занятия в данной школе планируем начать 7 апреля в понедельник». Однако сельчан подобные прогнозы не вдохновляют. По их словам, за несколько дней болото на пути к школе не рассосется. И еще люди говорят, что никаких заданий на дом ученики не получали. В эти дни они просто-напросто бездельничают. «Нам построили новую школу. Спасибо за это, конечно. Но место, по-моему, выбрано абсолютно неудачно. Да, сейчас внуки сидят дома. Один раз провалился в яму, потом не пускаем. Сама я, как видите, старая. По делам бывает выхожу. Еле живая домой возвращаюсь». «Осенью перекопали весь поселок. Весной люди начали проваливаться. Не только дети, но и учителя сами оказываются в яме. Дети дома, не знают, чем себя занять. Водители не могут заехать домой. Оставляют машины на трассе». «Сказали, что дети отдыхают до седьмого, но вряд ли в понедельник начнутся занятия. У нас все еще снег. То, что он растает и высохнет за несколько дней, просто нереально. Вчера я сама ходила за пенсией в старую школу. Вернулась вся в грязи». Впрочем, недоступной сегодня остается дорога не только к школе, но и в само село. Если пассажирский автобус дальше остановочного павильона никогда не заезжал, то теперь и местным водителям приходится следовать его примеру. Вот уже месяц железные кони куршасайских автолюбителей не видели своих гаражей. Территория перед местным магазином вот уже месяц служит для куршасайских водителей парковочной стоянкой. Именно здесь они оставляют своих железных коней, переобуваются в резиновые сапоги и уже пешком направляются к своим домам. Аксакалы села когда-то предрекали куршасаю завидную судьбу. Приград Актубе перспективен в плане развития животноводства, растеневодства и земледелия. А сегодня их сердца, приведя такого кошмара, обливаются кровью. Родной аул погряз в коммунальных проблемах. У нас дети в школу не ходят из-за того, что дороги нету. Школу построили на отшибе. Дети вот сейчас уже отдыхают в счет летних каникул. Это получается, у них урезали летние каникулы. Учителя ходят туда, машины не доходят, дороги нету, потому что учителя и те грязные, а что говорит о детях. И не зимой и сейчас в данный момент. Зимой, если муж и жена работают, детей некому отвезти. Надо везти обязательно ребенка в школу. Там балка, большая вода текет. А дорог фактически нет. Вот посмотрите, вот слева и справа, что творится у нас. Дети проваливаются, сколько у меня, вот снахал с ребенком трехмесячный, тоже прошел ко мне, пришел домой, потом когда на праздник, на материн день рождения. И это, прошел, хорошо, что рядом муж был, мой сын был. И он прошел, а она провалится с ребенком на руках, крудной ребенок, да? Но это же непостижимо. Надо же подумать, в чем дело это. Надо летом делать. И вот моя соседка там через дом живет, учительница по-немецкому языку преподает, занарка. Но она тоже провалится в воду. Дети вот, допустим, тоже, девчонка упала в траншею. И еще там еще какие-то ученики. Но это же невозможно, это же надо сделать что-то. Тем временем руководитель нового сельского округа Бахатгельда Мунжасаров говорит, что делает для сельчан все, что в его силах. Трем улицам Курошасая, Абая, Ауэзова и Аблкаирхана в этом году дадут вторую жизнь. Проектно-сметная документация на сумму 150 миллионов тенге в настоящее время проходит через государственную экспертизу, утверждая таким. Мы надеемся, что в этом году вот эту работу, вот эту дорогу нам построят. Еще в связи с переездом на новое здание школы у нас появилась проблема, потому что школа построена на новом участке квартале А. Туда где-то тоже расстояние такое приличное, полтора километра. Мы в этом году, в прошлом году, в этом году дали в Акимат заявку, чтобы составили в этом году проектно-сметно-сметно-документацию. На это требуется на строительство дорог примерно 100-120 миллионов тенге. Поэтому данный момент мы ожидаем, но надеемся, что в этом году будет составлена проектно-сметно-сметно-документация и, наверное, лишится положительный этот вопрос. Потому что дорогу в эту школу обязательно нужно. Ну а подрядные организации, по чьей вине страдают Курошасайцы, вернутся в село, как только оно подсохнет, и, скорее всего, устранят допущенные недостатки. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт». Студенты учебных заведений сегодня защищали свои работы в рамках областного конкурса «Защита реальных проектов». Он проходил на базе областного научно-практического центра. Цель конкурса – выявление распространения передового от работы преподавателей специальных дисциплин посредством научных исследований через связь с производством. Начинающий электронщик, учащийся в колледже Андрей Садаев, уже вполне дорос до схем. Теперь он грамотно может отслеживать не просто токи и напряжения, а работу схемы в динамике. Такая работа очень нужна практически на любом производстве, в различных генераторах и импульсных устройствах. И обойтись без вот такого осциллографа на предприятии невозможно. Несколько месяцев назад Андрей научился собирать аппараты, способны показывать изменения формы замеряемого напряжения. Целью данной работы заключается создание этого макета для дальнейшего применения его на производстве или в учебном процессе. Данный осциллограф показывает амплитудные временные параметры электрического сигнала. Это мы проходим, изучаем в колледже. И это очень полезное пособие для студентов. При помощи данного устройства мы можем научиться пользоваться тем прибором, с которым нам придется столкнуться на производстве. Среди работ сегодня были различные бизнес-планы, создание СТО, электромобилей, подромов, парков и многого другого. В целом заявки на участие в конкурсе подали 65 учащихся. Наиболее привлекательные будут представлены на аналогичном республиканском конкурсе. Они стараются дальше получить свой проект, реализовать в дальнейшем и получить патент для того, чтобы дальше исследовать, разрабатывать, совершенствовать свою работу. Организаторы также отмечают повышенный интерес молодежи к подобным конкурсам. Ребята нынче интересуются не просто творчеством, а желают быть полезными родной стране. Участие их в подобных конкурсах это доказывает. Лиза Ацакева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Удачных выходных.